Страдание Это те, кто в нем пребывает всегда или почти всегда, исключительно в силу привычки Но где-то за облаками мы все Будда Будда И все всегда хорошо у всех нас Где-то там Да Здесь же, в физическом мире, а.к.а. ад на земле Мы наблюдаем тучи страдания, сквозь которые гребем и гребем день за днем Конечно, речь идет не о минутном страдании, когда ударился мизинчиком об комод А о страдании с большой буквы СГ 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 Страдание, которое фонит на бэкграунде, как фонит в безлюдной деревушке, абсолютная тишина СГ Оно в груди, в легких, в сердце, оно ухает и ноет, и от него нет спасения НЕТ Страдание нельзя остановить, потому что оно и есть жизнь Твое эго, то есть ты вместе со своими штанами, резинкой от штанов, личной историей, приблудами, навязчивыми идеями, методом чистки зубов Основано на конфликте Оно существует только когда вместе с ним есть то, что им не является Я и мир Внутренний театр и внешний Это, конечно, иллюзия, это и ежу, понятно Но ежу непонятно, отчего же его иглы такой колючей попа-вавка Эвридей Где же хорошо, спрашивает ежик, где же не колется? Нет такого места Места, потому что иголки растут из тебя, ежик, и нет пути Ежик! Эго — это персонаж художественного романа, а любая история основана на конфликте и преодолении препятствий Посему страдание будет с тобой всегда и навсегда И не слушай тех, кто говорит, что все будет хорошо, все пройдет, не будет и не пройдет Негативно? Хорошая новость Пусть конца страданием и нет, его можно научиться игнорировать Именно это состояние игнора матерного шквала твоего персонажа и есть просветление Пу-да Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-да Субтитры подогнал «Симон»